Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как восстановить данные, которые были удалены в результате форматирования жесткого диска, флешки или карты памяти. При форматировании любого носителя происходит уничтожение части информации о расположении данных на диске, но тем не менее, в большинство случаев восстановление данных после форматирования остается возможным. Вероятность успеха зависит от типа файловой системы, характера данных и количества файлов, а также, что и в каких объемах писалось на диск после его форматирования. Но важно помнить, на отформатированный диск нельзя ничего записывать или проделывать какие-либо другие манипуляции. Это уменьшает ваши шансы на восстановление. Чтобы не попадать в такие ситуации, всегда делайте резервные копирования. Это вас спасет. Видео о том, как сделать резервную копию данных пользователя уже есть у нас на канале. Ссылку я оставлю под видео. Итак, начнем. Допустим, у нас есть диск, на котором есть данные. Переходим в управление диском и видим, что диск полностью исправен, имеет файловую систему NTFS. Но на самом деле не имеет значения, какую систему имеет ваш диск. Дальше вы поймете почему. Возвращаемся к нашему диску и отформатируем его. Кликаем правой кнопкой мыши по диску. Форматировать. Обратите внимание на пункт «Способы форматирования». Если установить галочку в графе выборов напротив «Быстрое форматирование», произойдет лишь перезаписывание файловой таблицы. Сами же файлы останутся нетронутыми. Они лишь исчезнут из видимости системы. После таких действий восстановить формацию жесткого диска вполне возможно даже средствами операционной системы. Полное форматирование позволяет не только скрыть файлы, но и проводит анализ состояния диска, исправляет выявленные ошибки и повреждения. Восстановить форматированный диск возможно лишь посредством специальной программы. Однако в этом случае нет гарантии, что после таких действий произойдет восстановление всех данных. Выбираем «Полное форматирование». Ок. Как видим, диск отформатирован. Что же делать в таком случае? Запускаем программу Headman Partition Recovery. Нас встречает мастер восстановления файлов. Указываем наш диск. Затем полный анализ. Указываем нашу файловую систему. Как видите, программа поддерживает восстановление данных с практически любой файловой системы. Поэтому я и говорил, что файловая система форматируемого диска значения не имеет. Данные на разных файловых системах восстанавливаются одинаковым способом. Чтобы узнать файловую систему вашего диска, кликните правой кнопкой мыши по нужному диску, программе или проводнике Windows. И выберите «Свойство». Она будет указана в поле как «Файловая система». Далее. По завершению анализа кликаем «Готово». Программа обнаружила наши файлы. Также мы можем просмотреть наши файлы в окне предварительного просмотра. Чтобы восстановить нужные вам файлы, перенесите их в список восстановления. Если у вас его нет, то чтобы открыть его, перейдите в меню «Вид», «Панели», «Список», «Восстановление». Затем укажите метод сохранения. Далее. Указываем папку. «Восстановить». Как видим, файлы восстановлены. Я этот пример я показал на жестком диске, который установлен на моем компьютере. Но аналогичным способом вы можете восстановить данные после форматирования флешки или карты памяти, внешнего жесткого диска или другого носителя с любым интерфейсом, подключения к ПК, будь то картридер, USB-порт или порт Type-C. Если говорить о восстановлении данных с SSD, то там есть свои особенности. Наличие команды Trim вносит свои коррективы в работу с данным типом дисков. Но на этом я здесь останавливаться не буду. У нас есть отдельное детальное видео о восстановлении данных с SSD. Ссылка будет в описании. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок РФ. Безумный путинский режим напало мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средством фонд «Повернись живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Продолжение следует...